Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 июля, наконец-то у меня поспели мои томаты. Это ранний, самый первый урожай, несколько сортов. И как я обещала, сейчас я буду их дегустировать и показывать вам. И рассказывать, действительно ли они соответствуют, эти томаты, описанием тем, которые дает нам производитель. Ну вот первое, которое я вам расскажу, это госпожа Удача. Вот этот сорт, это сибирский сорт, я уже про него говорила. И сейчас я расскажу, что на нем написано, как нам его характеризует производитель вот этих семян. Написано, что это прекрасный, среднеспелый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст высотой 80-100 см, плоды округлой формы мясистые, сахаристые. Весом могут быть до 600 граммов. Бесспорным достоинством сорта является его крупноплодность, в сочетании с довольно ранним сроком созревания и детерминантным типом куста. Холодостойкость и отличное качество плодов, неприхотливость, нетребовательность к усходу, урожайность 4-5 килограмма с куста. Но мы сейчас не будем говорить ни про неприхотливость, ни про нетребовательность. Это сейчас только о вкусе, только дегустация. Подтверждается ли то, что он сахаристый и мясистый? Вот смотрите, это первые плоды, которые у меня были завязаны в неблагоприятных условиях. Но высаживала очень-очень рано, как бы показать. И поэтому они не слишком большие, они такие, ну грамм до 200, наверное, не больше. К сожалению, весы не могу найти, от внука всё прячу, спрятала, теперь найти не могу. Но они довольно-таки крупные. Но нам главное сейчас узнать, действительно ли он вот такой мясистый, сахаристый, как написано. Но я сразу скажу, что я до вас уже разломала даже маленькие, сейчас, маленькие плоды госпожи Удачи, чтобы подтвердить, действительно ли он сахаристый. Сахаристый, это вот тот томат, который на изломе, вот такая вот, как арбузная мякоть у него, как сахаристая. Сейчас я при вас поломаю несколько. Вот это вот действительно вот такая, видите как, вот это и есть, что томат сахаристый, именно не водянистый. Потому что которые водянистые, вот скороспелки, их начинаешь разламывать, из них просто вытечет сок. А вот такие сахаристые томаты, в которых обычно они, сладкие, в них большое содержание сахара. Причем не только большие экземпляры, но и мелкие. Мелкие томаты тоже сахаристые. И попробовав их на вкус, обычно, я хочу вам сказать, что обычно сладость томатов зависит не только от сорта, а от того, в каких условиях он выращивался. Если он выращивался, например, в неблагоприятных условиях, был нарушен режим полива. Плоды действительно сладкие. Такой ярко выраженный томатный вкус. Не знаю, вот как у больших, большую не буду есть. Но вот я съела вот такую маленькую, прям хорошо спелую. И она очень сладкая. Вот видите, даже маленькие плоды, съем еще одну. Даже маленькие плоды, они такие как на излом сахаристые. Кстати, хочу вам показать, нет у них вот этого вот, ну как бывает, вот такой посредине, так сказать-то. Ну такой стволик-то. Вот тоже разломила вам прям пополам. Видите, нет этого белого стволика, который многим не нравится. Вот обычно в магазинных купишь томатах. Начинаешь разрезать, и у них вот этот белый пучок. У него вот маленький-маленький, вот такой у плодоножки, вот это, ну это почти у всех томатов. А вот этого ствола, который идет через весь плод, у нее нет, у госпожи Удачи. Подождите, сейчас я доем, которую я начала есть. Так что дегустация, вот я бы ей поставила, госпожи Удачи, оценку 5. Потому что выращенная рано в таких неблагоприятных условиях... Ой, извините, приглашу. Томат успел и сахаристость, и мясистость приобрести. Вот сибирский томат, холодостойкий, госпожа Удачи. Первые плоды, они уже прям настоящие томаты. Вот такие мясистые, сахаристые и крупноплодные. Хоть тут написано, что они могут быть весом до 600 граммов, но так как вы понимаете, они у меня выросли в не очень хороших условиях. На улице, может быть, будут крупные, но они небольшие, вот на мой взгляд, они грамм 200. Ну, может быть, 200 с чем-то, не больше 600 грамм не потянули, но вкус зато отличный. Всё, вот это вот раздерпанило всю госпожу Удачу. Вот это была госпожа Удача. Очень вкусные томаты, рекомендую. Всё, с вами была Ольга Чернова.